О, объединение Капитошка. Пойдем посмотрим, чем там занимаются дети. Пойдем. Это объединение существует более 10 лет и бессменным руководителем является Лариса Алексеевна Моргачева. На каждое занятие она старается подготовить для воспитанников много новых, интересных идей создания поделок. Педагог подходит к своей работе с оригинальностью и творческим взглядом на мир. Поэтому это очень ценится как детьми, так и их родителями. Мастерская наша занимается изготовлением мягкой игрушки. И помимо этого мы еще с ребятами занимаемся техникой кинусайга. Это очень интересно, их это заинтересовывает. Конечно, в основном делаем акцент на мягкую игрушку, на поделки, на панно. Дети даже иногда сами дают какую-то идею для этого. А мы ее развиваем. В этой мастерской могут заниматься девчонки и мальчишки разных возрастов. Ребят научат создавать потрясающие поделки разной степени сложности своими руками. Композиции, которые выполнили воспитанники, украшают множество городских и областных выставок. Жюри отмечает высокое качество выполнения работ юных мастеров. Как ты попала в объединение? Мне предложили мои подруги, а сейчас мне очень нравится, и я до сих пор хожу сюда. Чем ты занимаешься в объединении Капитошка? Сейчас я вырезаю, а потом у меня получится кот. Юным зареченцам очень нравится посещать мастерскую. Там они могут воплотить все свои фантазии в жизнь, а педагог им в этом поможет. Расскажи, чем ты занимаешься в объединении Капитошка? Я шью. Я сейчас шью тигра, которого потом хочу отправить на выставку. Расскажи, ты помнишь, как ты попала в это объединение? Ну, я давно хотела шить, и когда меня сюда записали, я пришла сюда 1 сентября, и у меня быстро все начало получаться, и я сюда хожу уже половину года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова